привет всем я много читаю в комментариях про красивую музыку про настоящую музыку про музыку какую-то не знаю какую все говорят красивая настоящие прочее но человек который играет настоящую музыку вот так вот грызть гитару не станет никогда человек который играет настоящую музыку должен сидеть смотреть в сторону в пространство то есть видеть то что не видят простые смертные мещане обыватели и деграданты всяческие которые играют дегенеративную музыку как один господин выражается у нас кстати говоря это фашистский термин используемый в фашистской германии относительно дегенеративного искусства ну вот меня все время упрекают в том что я пропагандирую дегенеративную музыку ну вот еще одна дегенеративная музыка с очередным дегенератом которого зовут бадди гай который грызет гитару а также выходит на сцену в таком неприличном наряде но это не страшно потому что бадди гай написал много музыки и высокой и дегенеративный как выражаются некоторые грустные веселые но вся она в блюзе естественно потому что кто такой бадди гай один из самых известных наверное гитаристов играющих блюз хотя известных гитаристов и неизвестных гитаристов которых еще больше замечательных виртуозных удивительных их невероятное количество если погулять по улицам европы или там америке вы услышите столько прекрасных музыкантов которые так и останутся играть на улице или где-нибудь у себя дома в гостях но это совершенно не важно бадди гай тоже не сразу стал знаменитым я хочу вот этот альбом сегодня вам показать чуть-чуть про него там пару слов сказать он не сразу стал знаменитым он жил очень бедно родился в чрезвычайной почти нищете маленьком домике жила семья хлопковые поля работа в этих самых полях работа разная грязная неприятная тяжелая традиционная история услышал на улице как черные братья играют на гитарах блюз ему понравилось он стал пытаться как-то тоже научиться играть играл на какой-то лопате сначала с проволокой потом папа купил ему гитару за два доллара можете представить что это было за гитара бадди гай стала осваивать вот эту вот самую двухдолларовую гитару струны рвались струны новые купить было невозможно приходилось струны связывать узелками исследователи пишут что на некоторых струнах было по четыре узелка даже он все равно продолжал играть как он его настраивал никому неизвестно даже я думаю что самому бадди гаю настраивал так чтобы было что-то похожее на плюс потом пошли выступления в сельских своих этих самых клубах потом на переехал в чикаго стал играть в клубах чикаго которых было немерено в каждом кабаке играли блюзовые музыканты играл и играл и бадди гай который очень стеснялся и играл повернувшись спиной к публике сидя на стуле вообще там было принято играть сидя большие звезды блюза которые играли в ту пору в клубах играли сидя садись в кресло играли блюз а публика черная слушала блюз не танцевала а слушала и понятное дело оценивала кто лучше играет кто играет интересней кроме того проходили так называемые блюзовые баттлы когда соревновались гитаристы кто лучше сыграет и кто серьезнее зацепит крепче зацепит публику и бадди гай участвовал этих самых блюзовых баттлах участвовал даже соревновался с отисом рашем от которого приходил в восторге цепенел от манера игры отиса раша который конечно убирал там всех и на одном из таких баттлов его услышал maddie waters который и толкнул его в мир большого блюза привела на студию чес где гай стал сессионным музыкантом и довольно долго на студии чес работал сессионщиком работа была адова бывало что в три часа ночи его поднимали и вызывали в студию потому что howlin wolf там записывал песню нужно было ритм гитара и банди гай приезжал играл на ритм гитаре играл с мадди уатерсом играл со всеми звездами блюза того времени чикаго на студии час потом со студии час он ушел его пригласили на один крупный музыкальный фестиваль где его до кроме этого на на час он достаточно много записал уже немного но записал да и достаточно прилично музыки однако там пластинки без большого энтузиазма братья час его делали пригласили его короче говоря в компанию авангард это большой лейбл больше уже несравнимо более значимый чем чес рекорд хотя чес это колыбель блюза это вообще это святое место но тем не менее и вот на авангард вышел первый альбом такой на хорошем лейбле боди гая называется м н н д блюз боди гая как я уже говорю очень много пластинок он он абсолютно гениальный блюзовый гитарист музыкант вокалист прекрасный изумительно поющий совершенно но пластинка него очень разные последние пластинки позднее скажем так да и средние тоже они такие тысячи процентные электрические вот это тоже электрическая пластинка и мои любимые альбомы записи там конца 60-х начало 70-х середины 70-х годов они тоже все электрические боди играл на электрической гитаре все время всегда ну начинал только на акустике несколько пластинок джуниором уэлсом у него есть акустических таких но это отдельные акустические специальные записи а вообще он конечно электрический гитарист фендер стартокайстер его любимая гитара кстати он стал играть на стартокайстере исключительно из-за того что эту гитару можно ронять и с ней ничего не будет в отличие от гибсона и с 35 на которой играл биби кинг которого боди гай боготворил но и с 35 и один раз уронил и не буду даже говорить что потом было но мне ее починили но и пришлось чинить одним словом ремонт стоит денег больших а со стартокайстером гораздо все проще и вот это главная причина почему гай стал играть на стартокайстере при этом из стартокайстера он пытался долго пытался и наконец выпытался получил звук гибсона и с 35 на котором играл биби кинг 335 млн д блюз но мол надо начать с того что это 1968 год значит стал что здесь играет отис пен на фортепиано а любая пластинка на которой играет отис пен для меня это сразу покупательная пластинка я сразу хватаю когда вижу отиса спена это это все мои любимые пианисты я вообще не люблю фортепианную музыку если говорить о пианистах то у меня два любимых пианист это денис мацуев и отис спен вот так передайте привет денису мацуеву при встрече если увидите я кстати покажу пару его пластинок у меня у меня есть и расскажу про них вот так вот отис спен изумительный совершенно фантастический пианист для меня он для меня интереснее чем талониус монг даже кору которого курюхин боготворил всегда хотя монка я слушаю иногда но спен это это все это сумасшествие в хорошем смысле этого слова бодигай отис пен уайн беннет ритм гитара джек мэйерс бас дональд дональд хокин сарон кортон и бобби филд саксофоны лари тэр тэйлор и фред билло ударные вот такой мощный состав мощнее может быть только у мади у отраса были составы и прекрасный дебют на большом лейбле бодигай в ту пору не знаю как на поздних альбомах потому что там настолько все мощно и электрифицирована и настолько обработана гитара настолько она у него ревет как в одной рецензии написали на одну из поздних пластинок что звук гитары бодигай стал еще гаже и еще громче чем был всегда звук у него действительно такой на поздних альбомах просто термоядерные он играет очень быстро очень 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 широко меняя позиции просто летая звук просто сверлящая такая дрель у него фантастическая здесь у него чистый звук так вот я начал с того что в ту пору он играл на самых тонких струнах он говорил всегда что играется на самых тонких струнах потому что так и не освоил слайд и слайд имитировал бэндами подтяжками из-за которых рвал струны бесконечно выбирал самые тонкие и делал самые глубокие бенды там я не знаю насколько там тонов на на 2 там подтягивал и так далее и очень любил baby king а и здесь он играет и поет песню baby king а sweet little angel на второй стороне вторая песня и как трудно сказать что это лучший номер на этой на этом альбоме но это прекрасно на самом деле он в точности имитирует манеру baby king а не играет но то в ноту и и конечно к кинку он имитирует вот эту точность вот эту вот эту фразировку baby king а точное исполнение звук приближающиеся к гибсоновскому играя на фендере при этом но добавляет свое свою безумную безумную скорость безумную виртуозность вот это все обрамляет вот этой своей энергии сумасшедшей фантастической и отис пен вокруг его гитары плетет свои кружева на клавишах и это конечно прекрасно песня медленная лирическая очень хорошее ну и начинается собственно говоря альбом с песни м н н д блюз заглавный номер начала классическая вот ставите или включаете пластинку и компакт-диск или там какой-нибудь файл и тоненькая гибсоновская вот эта фраза и дальше пошел такой интимный 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 томный блюз с очень техничной и мягкой гитарой который неожиданно наполняется энергией прямо вот так вот разрастается на глазах подключаются все подключается спин и бодигай поет что-то такое там что иногда мне кажется что я выпил немного бензина поднеси ко мне спичку и после этой фразы отис пен уходит в нижний регистр и имитирует возгорание бодигая вот этими своими скоростными пассажами фортепьянными но это частности песня очень красивая в результате она медленная такая настоящему блюзовая акент квайды блюз и мали до сварай вон известная песня кавер первая акен квайды блюз тут уже с духовыми по полные две песни как одна идут такие мощные кто помнит фильм блюз брата станут такое же наполнение примерно пачка духовых который играет риф вокруг вокруг этого рифа уже резвится бодигай и отис пен по всякому но духовые как такой трактор мощный тащит за собой ну и money that's what i want тоже да такая нещадная рубилова но а потом опять лирика пошла one room country шаг и моих это литву ламп ну их это литву лэмп песня известная вам по исполнению кем правильности в рай воном север и он играл эту песню однажды в каком-то клубе а бодигай стоял за кулисами слушал и плакал от восторга от того что его песня пошла в народ в исполнении стивера и вона которого он был чрезвычайно благодарен за то что тот популяризировал блюз и сделал его по-хорошему коммерческим черные музыканты снова смогли продавать пластинки и зарабатывать какие-то деньги хотя бы потому что блюз не был популярен никогда открою вам секрет никогда и нигде за исключением за исключением англии 64-70 года когда был блюзовый бум когда черные артисты приезжали в англию да и вообще в европу и зарабатывали деньги все английские студенты первые страшно от блюза fleetwood mac были на волне и все было хорошо но потом были огромные провалы в коммерческом смысле в блюзе и пластинки подавались очень плохо включая пластинки бодигая которые много лет спустя стали продаваться хорошо и принесли все-таки ему деньги ну вторая сторона начинается тоже агрессивно just playing my ex потом sweet little angel прекрасная песня биби кинга борьборы еще более замечательная вещь с удивительной гаевской игрой дикая скорость и при этом чувство и лирика вот не дикая скорость агрессивная как там у элвина ли например который зарубает просто распиливает всех на на части а бодигая играет быстрее быстрее да точнее быстрее и точнее но у него при этом сохраняется чувство сохранится нежность сохранится такт вот что удивительно но вместе с тактом сохраняется и клубная блюзовая чикагская разнузданности все это в бодигая есть вот как неудивительно но все это сочетается ну а в конце джем она monday morning не скажу что мне нравится эта штука она единственная на альбоме который мне не нравится это такая имитация джеймса брауна он любил кстати джеймса брауна у него очень много похожих моментов есть на джеймса брауна но она как-то по сравнению с прекрасными номерами всеми все всеми вот остальными она как-то выбивается уж слишком как-то джеймс браун тут прет отсюда в общем пластинка одна из лучших пластинок блюза 20 века не скажу то самое лучшее одна из лучших и если кто любит блюз 20 века это конечно обязательный диск для вашей фонотеки пошел пить пока